друзья привет сегодня у нас не совсем обычный влог мы начинаем его уже не из майами мы добрались аж западную вирджинию здесь холодно и это горы но снега здесь не видно да но буквально проехать 25 минут в горы и там снега полны полно и вы понимаете что мы приехали сюда кататься на сноубордах это было офигеть как долго я рулил всю дорогу он два часа мы поспали сейчас колесо заднего спустила хорошо что здесь гараж можно сейчас мы не подкачать так что сейчас соберемся и будем ехать катать ребята я на горе сейчас будет первый спуск буду пробовать свою новую доску три года я не катался на сноуборде но сегодня настал этот день сейчас просто самый клевый день за последние три года ну что ж сниму для вас постараюсь какой-то материал на ходу если не разучился кататься ребята зацените этот вид это просто красота сейчас пока вспомню как ехать на доске попадаю немного наверное ну что ж поехали ребятки три года мечтал об этом посмотрите какая красота вода нужно будет выкататься по полной чтобы майами если долго не хотелось но это невозможно то же самое как обниматься на вперед на целоваться наперед наезд на вперед это невозможно сноуборд это очень круто отдыхайте спортивно и ведите здоровый образ жизни вот такое дерьмо ребята случается когда ты снимаешь и на телефон и не концентрируешься на езде проехался на спине только что метров 20 ребята катать это кайф сейчас съехал со своей коры там где оставил своих родных и теперь не знаю как подняться обратно заплатился немного нужно будет поискать вы знаете друзья я считаю что тратить деньги на путешествие это круто и складывать их куда-то там шкафчик под подушку нет никакого смысла ты проживаешь жизнь работа дом учеба не знаю чем ты еще занимаешься и не видишь мир а так откладываешь деньги и ездишь путешествовать вот это вот я понимаю круто если ребята старайтесь зарабатывать старайтесь развиваться путешествовать как можно больше видеть стран это все позитивно влияет на ваше развитие ну что ребятки сноуборд сноубордом но нужно не забывать что у нас подготовка к жиму лежа и сегодня я нашел зал в этом городке очень маленький городок посещение стоит всего лишь 3 доллара и довольно клёво здесь есть все оборудование все что нужно есть скамья для жима даже смотрите есть небольшой скалодром болдеринг можно пролазить по стене очень прикольно довольно такой неплохой зал как для деревни ну что ж главное что есть скамья для жима какой мы будем сейчас использовать погнали и все Продолжение следует... Ну что, ребята, курорт курортом, но тренировку пропускать было нельзя, поэтому сейчас хорошенько вкачался. Скажу честно, было туговато, потому что, сами понимаете, на отдыхе всегда это идет тяжело, когда ты нерегулярно ешь, меньше пьешь, чем обычно. То есть, когда ты в других условиях, когда... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, приходится приспосабливаться. Ну, а тренировка прошла хорошо, выполнил свою норму, 125 килограмм, 4 подхода по 2 раза с паузой сделал и плюс подводящее упражнение. Сейчас вольнем протеин. Кстати, ссылка под видео, если хотите заказать качественный спортпит или спортивную одежду, мой протеин, переходим по коду Монтана, получаем хорошую скидочку. Ну, а я погнал, у нас сегодня барбекю. Оставайтесь с нами. Ну что, ребятки, новый день, пора его укатывать. Поэтому сейчас мы будем вкатывать по полной. Как я уже понял с прошлых разов, что снимать на телефон и ехать одновременно на сноуборде, это так не работает. Теряешь равновесие и падаешь. Ну что же, теперь самое время перекусить. Опа. Макароны, курица и моя малышка тут со мной рядом гуляет. Да? Передай привет. Скажи привет. Ей всего шесть месяцев, но уже пытается отставать. Смотрите. И с опорой она довольно-таки хорошо стоит. Оп. И все. Что ж, я думаю, это генетика. И передается спортивная. Будет очень хороший, развитый ребенок. Дети, это хорошо. Сегодня температура плюс 10, ребят. Снег подтаял. Ехать вообще сложно, потому что он тебя замедляет. Когда мороз на улице, тогда снег более ледяной. И ты едешь быстрее. А когда вот по такой вот башне, то получается тормозишь. И внизу, когда почти нет угла, уклона, просто нужно, чтобы тебя кто-то толкал. Ну ничего, катаемся. У меня есть любимая трасса уже, на которых я гоняю. Это черные трассы здесь. Просто кайфую. Жаль, некому снять пока. Но кадры будут, я вам обещаю. Круто лес, гора, снег. Это кайф. Друзья, вот это я, что называю, опасный момент, прямо как из фильма. Как думаете, у него эти бревна нормально закреплены или не очень? Стоит ли подальше держаться или нормально? Да. Такие уклоны. Стремновато ехать, если честно, за такой дурой. Сейчас у нас будет первый поход к лошадкам. Да, Оливия? Прям напротив нашего дома здесь небольшая конюшня и здесь такие красивые лошади. Оливия, иди. Он боится у нее брать, наверное. А чего ты? Конь боится. Сейчас рукой заберет. Держи. Не, ну да. По-моему, она любит морковку больше, чем конь. Друзья, и там еще парочка. Молодец, молодец, накормила коника. Вообще такой классный конь. Видно, дружелюбный. А, они все дружелюбные, когда их помнят? Она сильно взяла морковку. Молодец. 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 Хороший конь. Хороший. Ну что, друзья, наш отдых подошел к концу. Пора возвращаться в Майами. Хорошенько отдохнули, накатались, зарядились позитивом, бодростью. И до следующего года будем ждать теперь уже, чтобы оттачивать свои скиллы в следующем году. Возможно, приедем сюда же, а возможно, поедем в другие какие-то штаты, такие как Колорадо или Юта. Посмотрим. В Америке очень много таких лыжных курортов. Так что спасибо вам. Надеюсь, вам понравился этот небольшой влог. Ставим палец вверх, пишем свои комментарии внизу. И мы с вами увидимся в новых видео. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok